Людей какого типа на свете больше всего? Я думаю, что центристов это вообще такой базовый тип. Изначально Иван Петрович Павлов, когда создавал эту типологию, он разделал людей на мыслителей и художников. Вот такой шизоидный тип и истероидный тип. Искал их, что есть средний. Что такое этот средний, до сих пор было непонятно. И теперь мы понимаем, что это социальный тип. Это тип, который очень заинтересован в том, чтобы создать стаю. Он такой немножко комфортный. И ему важно, чтобы в этой стае было какое-то общее дело. Чтобы была какая-то взаимная поддержка, уважение и так далее. Конструктор это люди такие, идущие вперед. Рефлектор это, который все создают, всему придают яркость, эмоциональность, красоту. Центристы в этом смысле это стабилизирующая вещь. Это то, что является нормой. Немножко может быть скучноватый, бывает, тип. Но зато очень важный. А если человек конструктор, то как с ним правильно взаимодействовать? Ну что такое конструкторы? Конструкторы это люди, которые, прежде всего, думают формально-логически. Им важно иметь четкие, ясные конструкции, объяснения, структуры и так далее. Они, может быть, не так эмоциональные в человеческом контакте, но вот такая рассудочность и здравость это главная их черта. И, конечно, если вы собираетесь быть эффективными в взаимодействии с конструкторами, прежде всего, вы должны рассуждать логически, вы должны слышать его аргументы. И самое важное, вы должны быть для него любопытны. Потому что он не заинтересуется вами просто как человеком. Он заинтересуется вами, если у вас действительно есть что-то интересное, о чем он может подумать. И если вы ему подкидываете такие дровишки в его конструкторскую структуру, то он будет крайне доволен и взаимодействовать с вами будет на ура. А правда ли, что среди людей творческих профессий больше всего рефлекторов? Чистая правда. Рефлектор — это вообще такой очень чувствительный тип, поэтому и рефлекторы называются. Иван Петрович Павлов считал, что у них ведущей является первой сигнальной системой. Это вот реактивность наша, чувствительность к самым разным внешним воздействиям. И в этом смысле творческие люди — это люди, которые, они вообще как оголенный нерв, они на все реагируют, все к ним имеет отношение, они из-за всего абсолютно готовы переживать, они очень эмоционально все воспринимают и в результате создают такие штуки, которые заставляют нас тоже восхищаться. А восхищение — это самое главное, что ищет рефлектор в окружающем пространстве. Если им восхищаются, он становится просто прекрасным, замечательным, обворожительным. Если только мы его игнорируем, ему становится чрезвычайно тяжело. Поэтому, конечно, среди чувствительных и натур очень много натур и художественных. Павлов называл их художниками. В Троице вы пишете про три разные типа людей. Можно ли поменять свой тип или он в нас изначально заложен? Думаю, поменять нельзя. И тут генетические факторы очень серьезные. Это не значит, что вы наследуете от родителей, но гены вы наследуете, их комбинация создаст вас, и вы будете или центристом, или конструктором, или рефлектором. И создается этот тип на очень физиологически тонких вещах. Когда вы узнали, из какого ссора рождаются стихи, наши типы тоже рождаются из мелочей. Например, чувство боли. Есть люди, у которых инстинкт самосохранения снижен, и чувство боли у них не так активно, как у других, у которых он, наоборот, увеличен. И дальше представьте себе двух детей. Один ломает руки-ноги, ему на все наплевать, и он пошел дальше. А другой всего боится, осторожный, аккуратный. Это маленькая особенность. А в результате, когда мы вырастем, это будет уже совсем другой психологический тип.